Всем добрый день, доброе утро, в зависимости от вашего часового пояса. Сегодня для восьмого класса мы продолжаем обсуждать свойства арифметических квадратных корней. Итак, напомним себе следующее свойство, а именно корень а в квадрате равен модулю а. Как мы можем использовать это свойство? Ну, давайте посмотрим, например, точнее напомним, да, в прошлый раз уже разбирали некоторые примеры, которые позволяют использовать это свойство. Начнем с такого примера. x плюс 1 в квадрате чему равен? Собственно, это свойство мы точно можем написать, что равен x плюс 1 в модуле. Однако у нас в данной задаче налагается условие, если x плюс 1 больше нуля. Если x плюс 1 больше нуля, то этот модуль раскрывается без смены знака. Если бы у нас был x1 меньше нуля, тогда бы он открывался с противоположным знаком. Я думаю, вы помните свойства модуля. Я могу напомнить? Вообще не свойства, а его определение как таковое. Дальше. Допустим, такой пример. n минус 1 в квадрате, то есть n меньше нуля. То есть это должно быть равен x плюс 1, ну, x n минус 1 в модуле. Поскольку n минус 1, ну, допустим, у нас было написано n меньше единицы, что означает n минус 1 меньше нуля. Что приводит нас к тому, что мы раскрываем, как минус n минус 1 прибудет минус n плюс 1. Ну, хорошо. Давайте на примере численных выражений попробуем рассмотреть это свойство. Вспомним что-нибудь такое. Ну, порень из минус 1 третья в квадрате. Сейчас кто-то не пишет. будет равен чему? Будет равен модулю 1 третья. Минус 1 третья будет равен 1 третьей. То есть, поскольку, давайте даже распишу, у нас минус 1 третья меньше нуля, то у нас будет отрицательное домножение на минус единицу, домножение на минус единицу того, что находится внутри модуля. Поэтому у нас получится 1 третья. Хорошо. Пойдем дальше. Оставлю это свойство, чтобы вы не забывали на всякий случай. Дальше. Следующий примерчик. Х в квадрате плюс 2х плюс 1. Все это под корнем. Ну, я думаю, что вы сходу увидите формулу суммы квадрата, точнее, квадрата суммы. И получим следующее. Дальше. Такой пример. a в четвертой плюс 2а в квадрате плюс 1. Предлагаю сделать такую замену. t равно а в квадрате. Тогда здесь у нас будет t в квадрате плюс 2t плюс 1. Используем формулу в предыдущем случае. t плюс 1 в модуле. Если производим обратную замену, получаем а в квадрате плюс 1 в модуле, но квадрат всегда не отрицательный. Добавление плюс 1 приводит к тому, что все, что внутри находится, оно положительное. Соответственно, мы можем сразу же говорить о том, что у нас есть условие а в квадрате плюс 1 больше нуля. При любых а. Соответственно, сразу можем написать а в квадрате плюс 1. Дальше. 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 Ну, например, у нас под корнем произведение таких одночленов. что нам это дает? Мы получаем с вами модуль m, модуль 2n. Так можно записать следующим образом. 2 вынести. Будет модуль n, модуль n. Согласно свойству модуля, это будет как модуль m, n. Теперь такой пример. Корень с x в квадрате. Пишем-ка корень из x в квадрате умножить на корень из x. У нас получится корень из x умножить на модуль x. Можем, конечно же, оставить в таком случае. Но если у нас x будет отрицательный, то корень, соответственно, мы извлечь не сможем. Поэтому в цели, так сказать, можно утверждать о том, что имеет смысл в данном случае будет только такой корень, как x и корень из x. И сразу же в качестве примера рассмотрим такую ситуацию. То есть нужно запомнить, что если у нас с вами здесь что-то свойство, о котором я говорил, уместно при использовании четной степени под корнем квадратным, а у нас здесь нечетная степень под корнем квадратным, поэтому у нас будет просто корень квадратный из 16 и 4, корень из x, корень, из y. Ну и y, корень из y. Приведем к стандартному виду. 4y, корень, язык, y. Вы, корень из многих из веков . Как дети,اخе спеть вверх и обратно, даже в том, что нужны мастерское, подстачиваем вверх. следующий примерчик 121 под корнем и м в 4 н в кубе к в квадрате на минутку попробуйте написать сами потом проверим что у нас получится давайте сначала распишем все это дело внутри нас будет 11 в квадрате m в квадрате до в квадрате квадрате до множить на n и к в квадрате все что имеет четное количество степеней количество четных степь можно раскрыть спокойно да будет 11 м в квадрате я думаю вы помните почему да потому что навсегда больше нуля тут не нужно писать модуль n ну и соответственно корень из n и 0 к чему дулька потому что у к в квадрате вот такой ответ должен быть при условии что н больше нуля случайно меньше нуля у нас нет решения потому что тогда мы сможем извлечь корень здесь хорошо теперь перейдем к извлечению корней упражнениях которых есть обыкновенной дропе ну шум сквозь и простого примера до числе выражение 3 16 как мы это можем выразить можем и как корень из 3 корень из 4 4 у нас получится с вами корень из 3 и и 4 корень из 3 делить на 4 все довольно таки просто да давай могло же свой стереть мы хорошо запомнили перепишу опять сюда пойдем дальше такой пример корень из x кубе делить на 9 представим это как корень из x квадрате умножить на x и корень из 3 квадрате конечном счете у нас будет x корень из и корень из 4 в квадрате и получим давайте подумаем что мы получим ну наверное мы должны были получить также знаменателю модуля ой я уже заговариваюсь модуль знаменателе да просто будет корень из 7 а делить на 4 модуль хорошо пока стру верхние примеры и мы пойдем более сложным так поменяю сейчас маркер такой вот у нас 3 м в кубе делить на 4 в квадрате корень для всей дроби до стараемся писать аккуратно чтобы мы всегда не запутать в первую очередь давайте сначала все еще выразить таким образом до корень 3 м в квадрате на м умножить на м в квадрате тут у нас будет корень на 2 в квадрате умножить на а в квадрате умножить на в корень из 3 остается дальше есть история как м выносится и н модули остается корень из 3 м тут 2 и а выносится будет 2 модуль а корень из б дальше 25 x квадрате игре в кубе делить на м н седьмой будет 5 в квадрате x квадрате на и в квадрате на и в квадрате на и в квадрате хорошо распишем таким образом будет м умножить на n на n шестой ну четная степень поэтому здесь модуля быть не должно как и здесь а у x а будет модуль у нас с вами получится 5 x модуля еще на y корень из y делить на н в квадрате на n в квадрате корень из м н маркер тоже уже не пишет но я думаю что пока видно продолжим дальше успели переписать другое синий маркер я возьму 0,1 x на 10 y в квадрате что ж все помните 0,1 есть одна десятая то есть у нас можно записать давайте запишем таким образом будет интересно 0,1 x умножить на одну десятую делить на y в квадрате то есть 1 делить на 10y в квадрате дальше мы можем перезаписать это таким образом как одна десятая умножить на x умножить на одну десятую умножить на y в квадрате то есть 1 делить на 10y в квадрате перемножаем между собой знаменателе числитель оставляем x будет 100 ну давайте 10 в квадрате y в квадрате все это из корня то есть вот это одна десятая она на самом деле просто превращается в такую же десятку знаменателя просто решил сделать длинные манипуляции чтобы было вам много понятнее что в конце концов мы имеем мы имеем корень из x 10 модуль y каким образом мы можем сделать это это да это да ну это да ну если он здесь то это да но это да это да это да и еще один подобный пример 5 м кубе 0 5 что сделать десятичной дробью внизу ну если вы помните мы разбирали свойства мы говорили о том что корень из а делить на c на корень из c и то же самое как можно считать как b нужно корень из а делить на б или на корень из c или например там корень из а мы перед на корень из давайте не б x c x то есть мы можем добавить множитель в виде корня какого-то значения внутрь чем числитель и знаменатель если мы имеем корень это что мы тогда сделаем спросите что я хочу сделать ну все очень просто я хочу умножить 10 4 знаменатель получу 50 м в кубе на 10 тут 0 5 на 10 будет 5 н терпи сократятся вот 10 м кубе делить на н кой я думаю понимать что можем только вытащить одну м-ку из-под корня это будет м корень из 10 м делить на н хорошо Спасибо. Теперь мы повторим следующие моменты и поупрощаем следующее выражение. Мы уже с вами пытались в прошлый раз прощать численные выражения, но я, наверное, поторопился с этим. Это было довольно-таки просто. Но мы сейчас попробуем дальше такие примеры решить, где нам нужно упростить численные выражения. С корнем действительных чисел. 3, корень из 8, умножить на корень из 18, плюс корень из 50, минус 2, корень из 72. Все это дело умноженное на корень из 2. Непросто. Я думаю, что непросто. Давайте пытаться что-то делать с этим. Можно раскрыть скобку. Можно этого не делать. На самом деле это в разных пути решения. Я хочу предложить следующий путь. Я хочу корень из 2 оставить за скобками и попытаться вычленить корень из 2 из всех членов здесь. Я думаю, у нас это с вами получится. Но давайте смотреть. Можем написать здесь как корень из 4 на корень из 2, плюс корень из 9 на корень из 2, плюс корень из 25 на корень из 2, минус 2 на корень из 36 на корень из 2. Корень из 2, минус 2 на корень из 2. Корень из 2 есть у каждого членов численного выражения, поэтому мы можем его вынести за скобку. Какой у нас будет корень из 2 на корень из 2 на корень из 2, минус 3 на корень из 4 – 2, плюс корень из 9 – 3, плюс корень из 25, минус 5, минус 5, плюс 2 умноженное на корень из 36, 2 на 6. Все это будет таким образом. У нас с вами получится 2, 3 на 2, 6, плюс 2 основные, сложу 8, плюс 12. Это будет 20, 26 на 2, 50. 2. 2. 3. Верхнюю строку, если вдруг его не переписали все. Начну разбирать следующий пример. 3 минус корень из 2 на 2 плюс 3 корень из 2. С первого взгляда хочется применить какую-нибудь формулу, да, разницу квадратов. Но нет, к сожалению, тут у нас немного разные члены числовых выражений. Ну давайте по очереди. Мы умножаем 3 на 2, будет 6. Умножаем 3 на 3 корень из 2 будет плюс 9 корень из 2. Дальше минус корень из 2 умножаем на 2, будет минус 2 корень из 2. И минус корень из 2 умножаем на 3 корень из 2. Корень из 2 на 2, будет 2. Дальше. 6, минус 6, до свидания. 9 в корень из 2 минус 2 корень из 2 будет 7 в корень из 2. На самом деле довольно-таки простой пример, да? Следующий этап. Ну, также мы пока рассмотрим выражения с корнями из действительных чисел. Думаю, нам нужно это хорошенько закрепить, потому что это даже не самый простой набор задач. Так, давайте дай и корень из 2. Да, вот интереснее. Хорошо. Как и пример до этого примера, предлагаю не раскрывать скобки, а попытаться вычленить корень из 2 из всех членов, которые есть. Потому что, если мы посмотрим, то, по-моему, это возможно сделать. Будет 7 корень из 2 минус 5 корень из 3 на корень из 2 плюс 3 корень из 4 на корень из 2 плюс 4 на корень из 10 умножить на корень из 2. Вычленим 3 корень из 2 на корень из 2. Получим с вами следующее. 7 минус 5 корень из 3 плюс 6 корень из 4 на корень из 6 и плюс 4 корень из 10. Это все. Все мы можем в линьки подыхать. В линьки будут подыхать. И мы все остались. из 10 ну как понимаете с этими членами уже сделать ничего нельзя они так и останутся 6 на 13 78 минус 30 корень из 3 плюс 24 корень из 10 таким будет ответ дальше уже сделать ничего нельзя ну в целом пусть будет так я здесь оставлю теперь попробуем разобрать простить такой непростой пример у нас сразу по три члена в этих двух скобках будет непросто давайте по порядку начинаем ну вы можете выбрать сами можно пытаться умножать каждый член этого выражения на первые во второй скобки либо брать первую умножать полностью на вторую скобку вот я буду делать так то есть два корень из 6 умножить на корень из 6 потом минус 2 корень из 6 потому что здесь минус умножить на 2 корень из 3 плюс 2 корень из 6 умножить на 4 корень из 2 плюс 5 корень из 3 плюс 5 корень из 3 умножить на 2 корень из 3 плюс 5 корень из 3 умножить на 4 корень из 2 дальше идем вот этот перемножаем все время на следующую скобку минус 7 корень из 2 на корень из 6 дальше идет у нас плюс потому что минус это минус дает плюс плюс 7 корень из 2 умножить на 2 корень из 3 минус 7 корень из 2 умножить на 4 корень из 2 это мы только раскрыли скобку пойдем дальше ну начнем с первого шлина 2 корень из 6 на корень из 6 давайте попытаться сразу в уме это все представляете как 2 на корень из 6 на корень из 6 это будет 6 6 на 2 12 давайте сразу будем так записывать потом корень из 6 на корень из 3 давайте 2 на 2 сразу запишем 4 корень из 6 представим как корень из 3 корень из 2 корень из 3 на корень из 3 это 3 умножим на 3 умножим на корень из 2 думаю предельно понятно да дальше плюс корень 6 тоже представим как корень из 3 у нас с вами будет 2 на 4 корень из 2 на корень из 2 так сейчас постараюсь не уходить вниз как обычно у меня получается на 4 на 3 корень из 2 плюс 2 на 4 сразу же 8 до корень из 2 на корень из 2 будет 2 останется корень из 3 хорошо он дальше плюс так это прошли 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 5 у нас по корень из 6 до как можно раз у корень из 3 на корень из 2 корень из 3 на корень из 3 минус 5 корень из 3 на 2 корень из 3 ну я думаю понимаете 5 на 2 10 корень из 3 на корень из 3 3 сразу напишу 30 плюс 5 на 4 20 корень из 3 на корень из 2 отсюда будет 2 на корень из 3 так туда идет плюс на сложно 7 на 2 14 корень из 2 на корень из 3 корень из 6 получается здесь 14 корень из 6 и завершаем 7 на 14 28 28 на корень из 2 корень из 2 это 2 получается просто плюс 56 так я беру сверху продолжу черным надеюсь еще более-менее будет писать давайте все что целое 12 30 30 30 56 12 минус 30 плюс 56 так 12 плюс 56 это будет хух хух 68 минус 30 38 дальше все что с корень из 2 давайте я сделаю такой волнистой волной 12 корень из 2 выпишу выпишу даже сразу минус 12 корень из 2 плюс 15 корень из 2 плюс 15 корень из 2 по-моему все да по-моему да дальше дальше давайте пунктирной линии выделять все что корень из 3 так это 8 да это 8 по-моему да написал теперь сам страдаю это 8 было было отсюда по-моему да 2 на 4 8 на 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 да все правильно пунктирная тут пунктирная тут пунктирная тут что это получится это будет 16 корень из 3 минус 14 корень из 3 ух ух надеюсь я ничего не потерял пример непростой дальше остались корень из 6 чертами подчеркнул ух 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 а да теперь их складываю 20 корень из 6 плюс 14 корень из 6 давайте сразу напишу 30 корень из 6 38 плюс 3 корень из 2 плюс 2 корень из 3 плюс 30 корень из 6 ух 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 вот такой непростой пример ну и ну и давайте тогда еще напоследок пару примеров не такие больших конечно чтобы вспомнить корень из 12 минус 1 множить на корень из 12 плюс 1 использую классическую формулу разница квадратов у нас будет корень из 12 квадрате минус 1 в квадрате соответственно получим 19 плюс один одиннадцать хорошо помним и такой примерчик 7 минус корень из 3 на самом деле если посмотрим внимательно можем применить ту же формулу мы можем поменять местами получить вот и все получится 49 минус корень из 3 квадрате там 49 минус 3 квадрате минус 46 квадрате минус 48 квадрате минус 49Web вот иed Ну и последний пример. Видно, надеюсь, да? Корень из 20 минус 3 на 3 плюс 2 корень из 5. Это уже плохо. Стираются маркеры с доски. Нормально обработать ее. Вот. Слава Богу, не так много членов. Просто перемножим. Три. Мы могли бы перемножить. А могли бы двойку вынести внутрь или отсюда вынести двойку. Ну то есть что такое корень из 20? Корень из 20 — это корень из 2 на 2 на 5. Это корень из 2 корень из 5. Соответственно, это можно выразить как корень из 2 корень из 5 минус 3. 3 плюс 2 корень из 5. Ну я думаю, здесь вы понимаете, что также можно использовать формулу разницы квадратов. 4 на 5 минус 9 равно 20 минус 9 — это 11. Я думаю, на сегодня все. Хватит подобных примеров. На следующем занятии мы укроем про квадратные корни из натуральных чисел. И разберем еще нескольких подобных задач. Вот. На сегодня все. Всем спасибо. Всего доброго. До следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...